ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ 23 марта 2018 года. 22 марта южнее города Африн вооруженные силы Турции и свободная сирийская армия отбили у курдских отрядов народной самообороны YPG, деревни Баай, Басуфан, Кафранабу и Буржхайдар. По неподтвержденным сообщениям, севернее города Алеппо, турецкая артиллерия даже провела обстрел позиций некоторых частей сирийской армии. Вооруженные силы Турции и свободная сирийская армия медленно, но верно расширяли подконтрольную им территорию к югу от города. Некоторые местные источники указывают на то, что Турция рассматривает вариант проведения наступления с целью взятия города Талерифаат, возле которого сирийские правительственные войска оборудовали несколько блокпостов. Между тем, на территории кантона Африн, который формально находится под контролем вооруженных сил Турции и свободной сирийской армии, бойцы YPG продолжают совершать вылазки против протурецких сил. 22 марта официальный представитель Госдепа США Хизер Нойер объявил о том, что американские формирования не собираются покидать город Манбидж, и что между Вашингтоном и Анкарой не было заключено никакого соглашения по данному вопросу. Из-за поддержки американцами YPG и особенно из-за присутствия YPG в городе Манбидж, отношения между Турцией и США остаются непростыми. Между тем, турецкие СМИ распространяют информацию о том, что в районе горы Синджар на севере Ирака, Турция готовится начать военную операцию против РПК, рабочей партии Курдистана. Операция предположительно будет называться «Щит Тигра» и пройдет после выборов, которые должны состояться в Ираке 12 мая. 22 марта расположенный возле Дамаска регион Восточная Гутта покинула первая партия боевиков, вывезенных из района Хараста. На следующий день вывоз продолжился. Между тем, появились сообщения о том, что между сирийским правительством и группировкой Филлякар Рахман заключено соглашение, которое должно вступить в силу 23 марта. Лояльные правительству эксперты ожидают то, что если данное соглашение будет успешным, то в скором будущем боевики Филлякар Рахман покинут районы Айн-Тарма, Ирбин и прилегающие к ним территории. Соглашение о прекращении огня последовало после сообщения о том, что сирийская армия полностью овладела фермами Айн-Тарма и начала подготовку к штурму данного ключевого оплота боевиков. По информации российских военных, начиная с 28 февраля, за время действия дневных гуманитарных пауз, подконтрольную боевикам территорию Восточной Гуты покинуло порядка 95 тысяч человек. Ожидаемое освобождение Восточной Гуты повлияет на дальнейший баланс сил в Сирии и даст сирийской арабской армии возможность начать крупномасштабную операцию против ИГИЛ на юге Дамаска, где за последнее время ситуация ухудшилась. ...where the situation has recently deteriorated.